Пытается подставить затылок. И вот наша третья пара. Калиниченко Юрий и Еронин Артём. Разница у них в весе достаточно приличная. 6 килограмм. Возраст 21,2 и 18 лет. Парни молодые, тоже много опыта. Я думаю, не набрали, но всё впереди. Да, вот, пожалуйста, это Артём. Посмотрите, он показывает наличие капы за одну лобальц. А второй у нас молодой человек, это Юрий. В чёрных трусах с красными полосками. Такой улыбающийся молодой человек. Тоже более низкого роста, чем его оппонент, противник. Вот, посмотрите на них. Ну, молодец, смотрите, поджарый, прыгает. Всё, готов встретить. Всё, приветствует друг друга. Молодцы, начался бой. И так, опачки, напрыг какой-то. Вот, встречный, хороший, встречный удар левый. Отличный удар левый, встречный. Прекрасно, сбил его с ритма, по-моему, сразу. Поднял руку, смотри, красиво делает как. Посмотрите, какой техничный парень Юрий. Он ещё и левша до кучи. Посмотрите, как высоко он держит руки специально, чтобы отвлечь своего партнёра. Не даёт ему порвать дистанцию. Посмотрите, посмотрите. Видите, он выманивает его, выманивает. И снова пытается кинуть боковой левой рукой. Практически достаёт. Сейчас противники немножко пытаются войти в борьбу. Хорошая, хорошая. У них начинается драка настоящая прямо. Связывает соперника. Ага, смотрите. Пытаются друг друга задушить, но там непонятно, кто кого сильнее прихватил. Ага, Юра ещё и запутал ноги своего оппонента Артёма. Ну, сейчас судья должен принять какое-то решение. Посмотрите, если сейчас не будет проводить своих действий активно, судья поднимет их стойку. Да, вот их стойка. Опять у нас снова правильное действие. Нечего валяться в песке, парни. Давайте драться. О, посмотрите. Оппоненты снова свежие, бодрые и веселые. Я бы сказал, посмотрите. Юра всё время улыбается. Какой симпатичный, добрый, молодой человек. Посмотрите, улыбчивый. Да, но его рука заряжена, смотри-ка. Однако она угрожает ему, смотри. Очень технично. Смотрите, как он отрабатывает на ногах. Двигается легко, мягко. Посмотрите, как он. Опа. Отошёл, хорошо, приятно. Отошёл, подошёл. Всё правильно делает. Чувствует дистанцию. Посмотрите, посмотрите, как он играет с своим партнёром. Опа. Хорошая, хорошая сила. Техничный удар, да. Вызвал своего противника на контратаку и сам контратаковал его. Прекрасно, упал, да. Всё, судья принимает решение. Победа Юрия. Да, в боксе это было называлось нокдауном. Всё, чистая победа. Посмотрите, какой техничный бой. Очень, 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 как хорошо квалифицированный. Яниченко Юрий прибеждает. Молодец, красиво, технично, мягко. Просто вызвал противника на себя и срубил его одним ударом. Отлично. Вот, сейчас мы увидим это в повторах. Посмотрите. Первый хороший раз, встречный удар. Прекрасный левый, разрез. Очень хорошо попал. Здесь просто падение было. Видно. И так дальше что? Вызывает на себя и правой рукой красиво проходит в голову. Молодец. Без размаха, без размаха. Молодец. Просто очень красивый удар. Техничный удар, да. Точный техничный удар. Одно попадание и вот он исход в бою. Чистая победа. А почему это было, Александр? Я так и не понял. Потому что это был нокдаун. При попадании в челюсть произошёл нокдаун. Лёгкое сотрясение мозга. Это, слушайте, интересно. Потому что он даже как-то без размаха ударил. Видимо, потому что мне показалось, он просто сам прыгнул на кулак. Есть такое бывает? Конечно. Его оппонент пошёл навстречу и, представьте, две силы столкнулись. А простая физика. Как лобовое столкновение. Неприятно было, парни. Ну ничего. Итак, у нас ещё одна пара. Перфилов Алексей, 65 килограмм, возраст 22 года. Томаев Анзор, вес 67, возраст 21. Молодые спортсмены, опять же. Молодые бойцы. Разница в весе небольшая. Тип телосложения у них практически одинаковый. Похожи друг на друга они, посмотрите. То есть по типу сложения. Только отличаются по волосам, да, смотрите. Один тёмненький, другой светлый. Хорошее начало. Опа, проход в ноги. Бросок. Отлично. Смотрите, какой бросок. И приходит к борьбе в партере. Шикарно оказывается сверху. Смотрите, вяжет его немножко снизу. Пытается ногу завязать правую, но руки схватил плотно. Нет, я думаю, действий пока никаких не будет. Опа, есть, хорошо. Смотрите. Хорошо, отодвинул, молодец, оттянул его и продолжает лупить. Да. Ничего не сделает, ничего. Опа, руками наносит удары. Опа, ногой в голову. Ну, я думаю, он не хотел ударить в голову. Скорее всего, он пытался ударить по рёбраму, что не запрещено правилами. И нога, скорее всего, сосказнула, так как нога голая, противники потные. Сосказнула, я вам скажу, прямо в голову. Ну, это бои, это бывает здесь всё. Поэтому судья поднял стойку, сделал замечание. Никто не обижается, да. Опять топ, опять проход в ноги. Попытка, опять, но нет, навалился, грамотно вовремя защитился. Не отдал ноги, да, посмотрите. Снова перешла у нас борьба в портер. То есть, видите, что у нас происходит. Опять противники связали друг друга. И пытаются друг друга... Один пытается... Томас пытается задушить своего противника. Попал что ли в плечи какие-то, да? Или что? Да, он пытается его задушить. Он поймал его голову, да, вот зажим, видите, как бы... Я думаю, что сил пока много. И опять он его оттягивает, смотри, что делает. Выбирается из охвата и продолжает лупить. Но теперь он просто не отпустит его, мне кажется. Ногой, оп, колено пошло. Отлично, колено в корпус. Еще в корпус, на гору, в камеру пошло все. Преимущество явное. Можно было, конечно, избежать нескольких ударов ему. Ну, я думаю, ничего такого страшного, травм страшного они не нанесли. Но яркая такая победа Перфилова Алексея над Томаевым Анзором. Да, я думаю, что в 2-3 раза больше ударов он нанес, молодец. И удары были очень точные. В принципе, парень показал себя во всей красе, однозначно. Он не хочет выходить из рейнга, смотри, он пытается оттуда вытащить, но он говорит, давайте еще мне соперника. Своя, какой горячий. Вот это да. Молодец, красивый молодой русский парень. Настоящий воин, посмотрите, просто. Ну, сейчас мы увидим лучшие моменты. А ручный переход в ноги, вот смотри, как он бросает его, Саша, бах, и на руку. Отличный бросок, четко насквы. Очень опасно рукой мог он, конечно, сейчас и подломить ногу. И вот этот удар, да, неприятный, неприятный. Ай-яй-яй, уже можно было остановить уже все. Тут уже, конечно, это было некрасиво. Ну, все, на усмотрение нашего реферия. Ну, что делать, бывает. Вот удар коленом, еще удар, два удара и руками. Ну, все, это уже остановился, правильно сделал. Зачем же получать просто так лежу? Дамы и господа, мы начинаем.